Всем привет, дорогие друзья! Начать сегодняшний выпуск хотелось бы с сообщения, которое высадило лично меня. Вот даже не с сообщения, а с историей, которая высадила лично меня. Начну издалека. Дело в том, что тут же пропала, буквально накануне теледива, телеведущая Ксения Собчак, крестница небезызвестного человека, вокруг которого нас с вами призывают объединиться. Вот некоторые мои коллеги, некоторые мои СМИ начали высказывать предположения. Возможно, решила покинуть Россию, уехать за границу, но нет, к вечеру вчерашнего дня госпожа Собчак проявилась у себя в телеграм-канале Кровавая Барыня и сообщила всем нам буквально следующее, мол, не волнуйтесь, Россию покидать не собираюсь, я просто решила съездить. И вот сейчас держитесь за что-нибудь. В отпуск! Вот давайте зачитаю, зацитирую. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, давно запланированный. Обещание даже ребенку надо исполнять. Так я, следуя собственному совету, не поддаваться панике, объяснила Собчак. Слушайте, где-то в данный момент прямо сейчас гибнут люди со всеми вытекающими. Страх, ужас, масса разрушений и так далее. Вот прямо сейчас это происходит. Твоя страна обложена санкциями со всех сторон, экономика летит в таркер, непонятно, что будет завтра. Огромное количество людей, которые ни в чем не виноваты, пьют волокордин, потому что у них нет уверенности в завтрашнем дне. Никто не знает, что случится после открытия московской фондовой биржи, сколько будет стоить доллар, то есть насколько подешевеет национальная валюта, вообще чего ждать. И можно ли строить хоть какие-то планы чуть дальше завтрашнего дня. Вот я не могу, я могу максимум построить планы на завтра. Такая вещь, как планы на неделю или на месяц, уж тем более на несколько месяцев вперед. Вот в данной ситуации для меня, как и для многих из вас, это непозволительная роскошь. Но для отдельных граждан это, в общем, повод съездить в отпуск. Ну действительно, что еще? Да, в такие моменты нужно делать. Конечно, отдыхать и развлекаться. Ну слушайте, ну это не просто кощунство, это даже сволочизм какой-то. Это реальная журналистика, поехали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сразу оговорюсь, военным экспертам, как и многие мои коллеги, как подавляющее большинство россиян, выступать не собирают. Еще что случилось с людьми, еще вчера прекрасными вирусологами были, но не в этом дело. Ну хотя бы потому, что нет никакой конкретики, хотя бы потому, что вот тот поток информации, который льется сегодня в телеграм-каналы, в телеграм-чаты, в соцсети, ну его невозможно проверить. Огромное количество фейков и вот просто продолжать накачивать людей. Непонятно чем, не хочется. Хочется поговорить все-таки о том, чего ждать нам с вами в обозримом будущем. Вот буквально пару выпусков назад, там пару дней назад уже начинал об этом говорить, но тогда в контексте, что я предполагаю, чего нам с вами ждать. Сейчас наконец появилась конкретика, но для начала предложил бы послушать нашего председателя ЦБ, председателя Центробанка Набиулину. Она тут записала видеообращение, вот что в этом видеообращении. Она говорит, хотя я бы назвал это даже не видеообращением, это больше лично мне напомнило какую-то, знаете, какую-то траурную речь на каких-то похоронах. Слушайте. Коллеги, друзья, наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло, но мы все делали для того, чтобы наша финансовая система и мы, как Центральный банк, могли справиться с любыми шоками экономической и политической природы. И сейчас мы точно справимся. На самом деле, вот иной раз смотришь на этих людей и думаешь, что у них в голове. Мы столкнулись с экстремальной, нестандартной ситуацией. Простите, вот это вот дерьмо, в которое мы вляпались, кстати, не по своей вине, вы называете нестандартной ситуацией, экстремальной, и дальше она там обещает, что мы из нее вылезем. Давайте посмотрим. Я просто вам хочу зачитать, наконец уже появился список. Пока он не полный, пока он дополняется, список санкций. Спасибо одному из моих администраторов, он для меня там нашел, собрал все это в одну табличку, скинул. Я просто буду зачитывать, какие-то вещи комментировать, а вы для себя думаете. Да, насколько это нестандартная ситуация, а может быть не нестандартная, может быть это в большей степени задница, простите мне мой французский. Итак, Apple Pay полный блок. Apple полный выход с рынка. Поздравляю всех владельцев айфонов, айпадов, макбуков. Насколько я понимаю, там же у компании Apple есть очень интересный момент, поправьте меня, если я ошибаюсь, что у них прямо из головного офиса нажатием одной кнопочки можно всю вот эту вот технику, электронику уже проданную, которая действует на территории России, просто превратить в груду металлолома, которая не будет работы. Вот, ни айфоны эти, ни айпады, да, ни макбуки, просто можно их вывести из строя, и тогда всем этим можно просто бросаться. Ну что, друзья, я вас поздравляю, огромное количество людей, да, потратили свои деньги, вы же знаете, что продукция компании Apple, она стоит не дешево, она стоит не 3 копейки, вот люди понесли убытки, вот такая вот нестандартная ситуация, а кроме того, со вчерашнего дня стало известно, что все магазины, представительства компании Apple в России закрыты. Закрыты также ремонтные сервисные центры, ну, хотя в них и нет необходимости, выше сказал, отключаешь этот айфон, и можно просто бросаться. Дальше поехали, Adidas, отказ от работы со сборной по футболу, Audi, выходят с российского рынка, там не только Audi, там и BMW, и Chevrolet, и Ford, и много-много-много еще кто, это вот все автопроизводители, просто уходят. Ребята с российского рынка, если кто-то не понимает, что значит уходят с российского рынка, это все. Я об этом предупреждал, что это для нас, кто-то, наверное, скажет, ну, что пересядем на вас, да нет, не пересядешь ты на вас, по одной простой причине, что мы забываем здесь другую сторону медали. Вот во всех этих автосалонах по продаже автомобилей работали какие-то люди, огромное число людей, где может быть даже миллионы людей, помимо этого, да, ну там, дилерские автосервисы какие-то там, станции техобслуживания, просто автосервисы, ведь не просто вот эти вот автопроизводители вышли из России и перестали поставлять свои автомобили, они перестали поставлять точно так же и запчасти, поэтому, дорогие мои, вот огромное количество людей, которые были задействованы в сфере вот этого вот автобизнеса, они, ну, я думаю, в ближайшее время объявят, что на работу можете не выходить, пока там берите отпуск за свой счет, это, повторюсь, огромное количество людей, счет идет, ну вот, по моим прикидкам, где-то на миллионы, которые все остались без работы, с чем я нас и... Поздравляю! Амазон полный блок всего ритейла, Адоб полный блок, Бритиш Петролиум вышли из Роснефти, 20% акций. Скажу честно, это опять же отразится на простых смертных, скорее всего, потому что там, видимо, будет подбивать бабки уже Роснефть, будут проводиться какие-то сокращения, но я здорово сомневаюсь, что сокращать будут верхушку, что сокращать будут топ-менеджеров, погонят, как обычно. Самый мелкий персонал, будут закрываться какие-то там офисные помещения, может быть, какие-то автозаправочные станции, ну как-то вот им надо сейчас придумать, что со всем этим делать, как восполнить потери. Так, про BMW я сказал, Boeing. Слушайте, вот это вот вообще очень интересная информация, то есть следом за Airbus'ом, Boeing объявил о том, что тоже уходит с российского рынка, и вот здесь вот, наверное, надо сделать небольшое лирическое отступление, потому что на самом деле это засада. Если кто-то не понимает, что такое, когда такие корпорации, как Airbus, как Boeing, объявляют о своем уходе из рынка, слушайте, ну давайте начнем с того, что наша страна, Россия, она растянута на 11 часовых поясов, и мы, в принципе, остаемся без авиации. Вот наши чиновники, наши ученые-мужи, в свое время догадались обновить весь авиапарк, выкинуть оттуда все российские самолеты, да, и полностью его снабдить, вот только Boeing, Airbus'ами, то есть наша авиация, российские авиакомпании, вот они там на 95% самолетов, оффлайнеров, это иностранные, это импортные самолеты. Подавляющее большинство этих самолетов, кстати, в лизинге. Вот так вот работает авиация, поэтому либо эти компании сейчас должны вернуть деньги за лизинг, либо они должны вернуть вот эти вот самолеты, но тут же еще проблема и в том, что эти самолеты теперь перестанут обслуживать, а своих самолетов нет. Когда-то были, когда-то мы были впереди планеты всей по авиастроению, это действительно так, но потом некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, просто взяли и угробили отрасль. Вот могу, кстати, привести пример, это было лет 10 назад, я общался с тогдашним руководителем Росавиации Нерадько, был такой, сейчас не знаю, остался, нет. И вот я ему как раз задал вопрос, я говорю, что же вы делаете, зачем же вы убиваете наше авиастроение и пичкаете наши авиакомпании иностранными машинами на 95%, а если что-то случится, чего делать-то будем? На что Нерадько такую пургу в тот момент понес, когда он сказал, ну вот вы себе, когда автомобиль пойдете выбирать, вы вот будете выбирать, какой автомобиль, российский или иномарку? И тогда я понял, что этот человек, ни хрена в авиации не понимает, потому что если хоть кто-то хоть немножечко разбирается в вопросе, вы должны знать, что это сравнение совершенно некорректное. Да, автомобили, может быть, мы никогда не умели делать, но авиация, авиация, повторюсь, мы всегда были впереди планеты всей, вот дабы не быть голословным, если сайт Боинга еще не заблокировали, ну там воспользуйтесь VPN, это можно сделать, зайдите на сайт Боинга, почитайте там историю, да, и вот почитайте фамилии конструкторов, инженеров, которые там работают с конца 80-х годов, вы обалдеете, что там сплошные русские фамилии, потому что действительно, это была одна из передовых отраслей, но вот нерадивые наши чиновники ее угробили, и что сейчас делать, я хрен его знаю, потому что повторюсь, да, а в наших авиапарках российских самолетов их там вот столько, в аэрофлоте, если мне в память не изменяют, штуки 4, компания Россия, которая возит президента, ну я здорово сомневаюсь, что они будут нас с вами возить, поэтому на телегах что ли ездить, а кроме того, это же еще и какие-то логистические вещи, и так далее, я уже не говорю о том, что ну просто подавляющее, большинство людей точно так же осталось без работы, так же Airbus и Boeing отказались в обслуживании своих лайнеров, и мне очень хочется думать, что все-таки представители нашей власти вот перестанут заниматься ерунду, и попытаются найти какие-то правильные слова, потому что без авиации в такой огромной стране, как Россия, ну слушайте, это нас отбрасывает в 19 век как минимум, а потом, да, но в отличие от автомобиля того же, самолет нельзя загнать в ремонт к ровшану и джамшуту, потому что очень сложная техника, и тут речь идет в общем о безопасности, причем о безопасности не только россиян, потому что если вдруг самолет грохнется, это уже речь не только о безопасности пассажиров на борту, да, он может упасть на какой-то город, он может упасть на лес, и нас ждут лесные пожары, а то и вовсе на какое-то стратегическое предприятие, там атомную станцию, чем это будет чревато для мира, очень надеюсь, что найдут какие-то правильные слова, и хотя бы эта проблема решится, дальше продолжаем, Карлсберг, ограничение экспорта, но это пока, вот интересный момент, Кока-Кола, выход с рынка, Данон, выход с рынка, вместе с дочерней компанией Простоквашина, Нестле, закрывает все шесть заводов в России, ребят, ну о чем я собственно говорил, что среди у Кока-Колы, у Данона, у Простоквашина, это уже не просто торговые компании, это целые заводы, на которых работает огромное количество людей, эти заводы там в том числе есть градообразующие предприятия, что такое градообразующие предприятия, но это когда от завода зависит еще огромное количество смежных отраслей, вот все эти люди тоже останутся без работы, можно продолжать, просто время эфира ограничено, многие компании, ну вот например Митсубиси, вот объявили об увольнении 140 работников из 141 сервисного центра, где-то я там еще видел, тоже объявляют, вот Тойота, увольнение двухсот, двух с половиной, даже двух тысяч, шестисот тысяч сотрудников, и это пока, и это пока, дорогие мои, то есть вот то, о чем я предупреждал, что вся вот эта вот спесь, вся вот эта вот радость, и вот эти вот эмоции, рано или поздно они сойдут на нет, глупые эмоции, на мой взгляд, и настанут суровые будни, и вот если вот так почитать, вот этот вот список, прикинуть, чего нас ждет, то нас ожидает огромное количество безработных уже в обозримом будущем, уже там в ближайший месяц, а кому-то в ближайшие дни, я думаю, об этом объявят, надеяться на чудо не приходится, я думаю, речь идет о миллионах, причем о каких миллионах, это не миллион, два, три, я думаю, там речь идет уже о десятках миллионах людей, которые останутся без работы, соответственно, без средств к существованию. А кроме того, вот недавно, буквально пару-тройку программ назад вам рассказывал, никто не будет в ЦИОМ, государственный в ЦИОМ провел опрос и выяснил, что у подавляющего большинства россиян даже сбережений на черный день нет никаких, там приводил конкретные цифры, чуть более 50% граждан имеют хоть какие-то накопления из них, подавляющее большинство, то есть большая часть, это накопление до 100 тысяч рублей, а что значит накопление до 100 тысяч рублей? И в цифрах, это красиво в реале, вот у тебя лежит на карточке прямо сейчас там 5-10 тысяч, ты тоже входишь, вот в это число, у которого есть накопление до 100 тысяч рублей, то есть ну что это такое? 10 тысяч, два раза сходить в магазин, это при сегодняшних ценах, а то, что они будут подниматься, это уже к гадалке не ходи, вот сейчас многие задают вопрос, почему фондовая биржа московская не открывается, я думаю, просто ребятишки готовятся, они понимают, что это вызовет обвал рубля, каким он будет, никто не знает, то, что сегодня нам показывают, доллар стоит там 107, 117, даже 150 рублей, в реале он столько не стоит, уже давно столько не стоит, я думаю, первый же час работы биржи нам покажет, сколько он стоит на самом деле, вопрос только в том, куда он свалится, либо это будет 500 рублей за доллар, а может быть даже и 1000, то есть нас ждет повторение 98 года, кто застал те замечательные времена, вот он помнит, что это было такое, то есть цены естественно взмоют вверх, уже сейчас-то в некоторых магазинах цены устанавливаются в так называемых УЕ, да, то есть которые приравнивают к курсу валюты на текущий момент, эти, короче, нас ждет что-то очень и очень печальное, ладно, мы об этом еще будем много говорить, вот буквально завтра, у меня прямой эфир, пока планируется, с депутатом Московской городской думы Ступиным, поговорим с ним об этом, Евгений Ступин, есть такой депутат, он еще юрист до кучи, может быть у него есть какой-то рецепт, как вам в этой ситуации правильно действовать, и буквально в субботу, там вообще очень интересный прямой эфир у нас ожидается, будет телемост с американцами, с российскими бизнесменами, живущими в США, и мы вообще будем в целом обсуждать, как все это шарахнет по мировой экономике, и насколько вселенский звездец к нам с вами подкрадывается, анонсы дам сегодня-завтра, не прощаемся, увидимся, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok